Готовили в обстановке строгой секретности, прибыли без предупреждения. Мэр Иркутска, Дмитрий Берников, приезжает в 22-ю школу с уже традиционной целью дегустации, как в известном телешоу начинает с пищеблока. Все должно быть в соответствии с санитарными нормами. Здесь у нас морозильная ларита, мороженые продукты, мясо, рыба. А вот у нас не предусмотрено кабинет. Мы на первом этаже планируем сделать комнату, это все перенесем. Еще из замечаний в резервуаре не оказалось моющего средства. Тем временем завтракать приходит начальная школа. Третьеклассник Семен Семочкин. Всем доволен. Что тебе больше всего нравится кушать в столовой? Ну, плов обычно. А чем еще у нас кормят? Кашами, супами, бутербродами, фруктами. Ну, вкусно так же, как дома. При всем доверии к Семену Семочкину проверка в расширенном составе привлекает с экспертного сообщества, в том числе наша съемочная группа. Масла много. Масла многовато. Не диетическая пища. Известная поговорка здесь не работает, но каша, по общему мнению, вполне съедобная. Хотя особой популярностью у школьников не пользуются. Не очень. Не любят каши? Я кашу не люблю. Кроме рисовой каши, в меню сегодня снова рис, но уже с куриной котлетой, сладкий чай, пирожное, зефир и бутерброды с ветчиной. Краткий курс истории ветчины. Колбаса была невкусная, детям перестали давать. Стали давать ветчину. Вот что-то едят. Хорошо едят бутерброды с фиром и с маслом ребятишки. Вообще мы практикуем сосиски на завтрак ребятишки. Вот они едят хорошо вместо ветчины. Сосиски это очень полезно. Дмитрий Берников подводит итог очередного, уже четвертого, своего школьного завтрака. Говорит, меню надо доработать совместно с родителями, учителями школ и представителями контролирующих ведомств. Давайте совместно с Роспотребнадзором просто возьмем и выработаем нормальное, достойное меню, которое бы всех устроило. Плюс мы с вами должны активно включить в процесс наших местных производителей, о чем мы говорили, чтобы максимально использовались продукты наших производителей. Курица, мясо, молоко, кисломолочные продукты должны быть наших производителей. Вот это вот радио. Проверки продолжатся. В какой школе состоится очередной завтрак с мэром – секрет. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.